Сегодня мы с вами займемся установкой и администрированием сервера DNS-субприятия. План занятия у нас следующий. Сегодня мы поставим клиент сервера DNS-субприятия. Ну и в общем-то создадим базу. Вообще ничего сложного не будет. Все очень простое, элементарное действие. Итак, мы с вами на прошлом занятии установили Windows, на паза прошлом установили Windows-сервер, чтобы было где размещать все эти службы. Далее мы с вами поставили сервер СУБД. Вот он. У нас это все один компьютер, но на самом деле неважно, один компьютер, разный это компьютер, либо вообще кластер из нескольких компьютеров. Главное, что есть у нас служба, ядро MS-SQL, на котором будут крутиться все базы данных. Соответственно, следующий шаг. Мы с вами установим кластер серверов DNS-субприятия. Если мы будем читать литературу 1С, ИТС, то там везде используется такой термин кластер серверов предприятия, но кластер подразумевает несколько служб, несколько серверов, но это не обязательно их несколько реально. То есть один сервер тоже называется кластер серверов, один из предприятия. Соответственно, мы с вами в рамках данного курса настоящий кластер из нескольких служб поднимать, конечно же, не будем. Если у вас в жизни возникнет такая ситуация, что нужно будет поднять кластер, ищите официальную документацию в руководстве администратора на сайте ИТС. И я надеюсь, что знания, которые вы получите в рамках данного курса, плюс документация официальная, помогут вам этот кластер поднять. Там, в общем-то, ничего особо сложного нет. У нас будет одна служба, ну и, в общем-то, с ней мы далее будем работать. Кластер серверов 1С – это также служба, которая работает в постоянном режиме. Можно ее, конечно, как приложение запускать, но смысла это никакого не имеет. И она является некоторым посредником между клиентами и сервером СУБД. То есть здесь у нас на сервере выполняются все вычисления, выполняется тот код, который расположен при процессоре на сервере. Он выполняется именно вот здесь, на этом компьютере, где расположен сервер 1С. Поэтому, если, например, у вас встают такие задачи, как сохранить файл, загрузить файл, напечатать и так далее, и вы это делаете с сервера, имейте в виду, что это будет происходить не на вашем компьютере, а именно на сервере. То есть какие-то сетевые ресурсы уже будут недоступны, пути будут недоступны. Но я думаю, вы, как опытные разработчики, и так прекрасно это понимаете. Давайте начнем с самого начала, то есть непосредственно установки 1С-верприятия. И здесь, наверное, мы сразу же перейдем в нашу виртуальную машину и начнем непосредственно с установки. Ну, чтобы установить 1С-предприятие, конечно же, нам нужен дистрибутив. Где его взять? Где его взять? Есть единый ресурс, единая точка входа ко всем службам, ко всем сервисам 1С. Раньше это были разные сервисы, но теперь точка входа одна. Так, давайте попробуем зайти. Портал 1С.ру. Небезопасное соединение. Вот, ну теперь оно безопасное, HTTPS. И значит, что у нас? У нас опять усиленная безопасность. Тротекс.флор начинает блокировать все сайты. Что с этим можно делать? Ну, заходим в свойства браузера, зайдем на вкладку безопасность, надежные сайты. Здесь есть кнопочка сайты. И здесь можно, давайте все сервисы 1С добавим в доверенную зону. Я пишу HTTPS звездочка .1s.ru. То есть все поддомены 1С будут у нас в доверенной зоне, и мы сможем с ними работать. Проверим. Тут всякие Google аналитики, Яндекс аналитики. И вот так вот выглядит начальная страница. Конечно же, чтобы начать качать обновления программ, нужно сделать вход, войти. У нас как в франчайзе, конечно же, есть доступ на портал 1С. Сохранить пароль? Ну, наверное, не будем сохранять. Опять сработали всякие аналитики Google, Яндекс аналитики. Ну, может быть, есть смысл все-таки добавить эти аналитики тоже в надежные узлы. Здесь, кстати, очень много хороших сервисов. Я про все их не буду, конечно, рассказывать, но они могут быть прям реально полезны. Нас же интересует сейчас сервис обновления программ. Так, ну, давайте добавим. Каждый раз у нас эти окошки не выскакивали. Здесь можем зарегистрировать программы. Если вы работаете, например, разработчиком 1С на конечном предприятии, то все купленные программы нужно регистрировать, добавив вот это вот. Вот зайдя сюда, здесь, в общем-то, надо будет вбить ИНН-организации, учетные данные организации, и вы увидите все программные продукты, которые куплены не только на одну организацию, а, в принципе, на все ваши организации. Здесь кнопка организации. Как вы знаете, обычно работая в какой-то одной организации, у нее куча юрлиц. Понятно, зачем это делается, но, например, можно все юрлицы объединить в один личный кабинет и все программные продукты зарегистрировать в одном личном кабинете, вне зависимости от того, на какую организацию они покупались. И администрировать, скачивать обновления и так далее можно будет из одного места для всех фирм сразу. Но, понятно, все это будет работать, если у вас есть действующая подписка ИТС. То есть действующую подписку ИТС нужно покупать каждый год, чтобы иметь доступ к этим всем сервисам. Заходим в «Скачать», переходим на сайт «release1s.ru». Ну и тут есть множество различных релизов. Нам, как франчайзе, доступно большинство стандартных типовых релизов. Большинство, но не все. Это надо понимать. Например, здесь вы не сможете скачать какие-то отраслевки. Если вы, опять-таки, работаете на конечном предприятии, у вас здесь будут доступны какие-то общие дистрибутивы, типа Postgres, типа платформы, типа Enterprise Development Tours, что-то такое. А дистрибутивы конфигурации будут только те, которые у вас куплены на группу компаний. Сейчас нам нужна технологическая платформа. Захожу в технологическая платформа 8.3. Здесь есть разные версии. Не все релизы выкладывают на портале, но большинство стабильных релизов есть. Наверное, есть смысл брать последнюю версию. Хотя тут не угадаешь на самом деле. Может быть так, что вы подумаете, а 18-ая еще, например, сырая, возьмете 17-ая. Как раз вот эта вот 17-ая содержит много ошибок, и они все исправлены 18-ая. А 18-ая будут какие-то ошибки, которые еще не исправлены или не выявлены еще. Поэтому часто меня спрашивают, какой релиз платформы брать. Нужно брать проверенный. А если вы не знаете, какой проверенный, берите последний. Что теперь делать? Выбираем последний. Видим здесь множество ссылок. Давайте по некоторым пробежимся. Список изменений здесь понятно. Здесь будет список исправленных ошибок, список зарегистрированных ошибок. Тонкий клиент. Тонкий клиент, кстати, его можно скачать и без портала, без релизов 1С. Он доступен просто как дистрибутив на сайте 1С. Дальше тонкий клиент 64-разрядный. Тонкие клиенты для Linux систем 32, 64. Сразу давайте разберемся. Какой качать, 32 или 64-разрядный клиент, так же, как и сервер? Сейчас, в 2020 году, надо еще постараться поискать, чтобы найти 32-разрядную систему операционную. Поэтому никакого смысла использовать 32-разрядные клиенты, серверы вообще нет. Всегда качайте 64-разрядные дистрибутивы и используйте 64-разрядные программы. Более того, с современными конфигурациями типа 1С, ERP вы даже не сможете работать. Например, вы не сможете запустить даже 32-разрядный конфигуратор. Нет, запустить вы его запустите, но начав работать, вы упретесь в ограничения по памяти и, например, сравнение конфигурации точно работать не будет. И, например, на меня в конфигурацию в некоторых случаях вы не сможете обновить конфигурацию базы данных. Поэтому всегда берете 64-разрядную версию и даже не забудьте про 32. 32 мы используем только в том случае, если вдруг вам нужно будет установить клиента на 32-разрядный компьютер. Ну, например, опять-таки у какого-то клиента он хочет работать через тонкого клиента со своего компьютера, какой-то пользователь, а у него почему-то 32-разрядная система. Ну, только в этом случае. И еще сейчас вроде как эту проблему 1С активно исправляет, но не до конца. Некоторые драйверы торгового оборудования до сих пор еще 32-разрядные. То есть, если вам нужен какой-то драйвер, а вы его никак вам не удается установить, нужно устанавливать отдельно 32-разрядную платформу, отдельно в пути запуска прописывать, либо ярлык себе выводить для 32-разрядной платформы и пробовать устанавливать драйверы для торгового оборудования для 32-разрядной. Ну, вроде как 1С-ники сейчас активно делают, либо добавляют 64-разрядные драйвера, но такая проблема может возникнуть. Обратим внимание, что для Mac OS есть тонкий клиент, для Linux различных систем есть клиенты. Мы работаем с вами Windows. Отдельная сборка сервера, отдельная сборка клиента. Ну, вот эта технологическая платформа, 1С-приятие для Windows, это совокупность клиента и сервера, то есть весь технологический дистрибутив в одном. Поэтому мы берем его, заходим сюда. Здесь есть несколько ссылок для скачивания. Обычно стандартная ссылка работает, но есть запасные какие-то зеркала. Нажимаем «Скачать дистрибутив» и он будет скачан. Он довольно большой по объему, поэтому я его сейчас скачать не буду. Я его предварительно скачал. Вот так он будет выглядеть. Windows 64 значит разрядность. Full — это значит, что полный дистрибутив. Если сервер будет сервер, если клиент, здесь будет буковка C. И версия платформы через нижнее подчеркивание. Вот таким образом можно скачать дистрибутив именно платформы 1С-приятия. Они все, дистрибутивы, идут в архиве. Поэтому, чтобы с архивом работать, в принципе, и Windows может работать с архивами, но не с архивами RAR. Почему-то 1С до сих пор пользуется RAR, хотя было бы разумно пользоваться бесплатным ZIP. Тем не менее, нам нужен какой-то архиватор. Я использую 7-ZIP просто потому, что он бесплатный и никаких проблем… Я его использую много-много лет и никаких проблем у меня с ним никогда не было. Где скачать дистрибутив 7-ZIP, вы разберетесь сами. Установка крайне простая. Install, Close. Все, две кнопки. При установке автоматом добавляются пункты в контекстное меню. Поэтому теперь я кликаю правой кнопкой по дистрибутиву. Добавился пункт 7-ZIP. И здесь сделаю, например, распаковать в… Окей, распаковали. Вот так выглядит дистрибутив. В общем-то, можно через MCI начинать запускать. Есть отдельный установщик для систем XP. Но давайте начнем все-таки с файла Setup. Запускаем Setup. Запускается программа установки 11-й предприятия. Вот это вот в скобочках обозначение x8664 обозначает, что это 64-разрядный дистрибутив. Нажимаем «Далее» и попадаем в окно выбора компонент. Здесь много компонент. И давайте поймем, что нам надо. 1S предприятия – это основные компоненты. Сюда входит толстый клиент, тонкий клиент. Соответственно, если вы хотите разрабатывать, вам обязательно нужен толстый клиент. Конфигуратор – это толстый клиент. И какие-то еще необходимые. Программка старта 1S предприятия. В общем, необходимый минимум толстого и тонкого клиента. Он содержится здесь. Если вам нужно отдельно поставить тонкий клиент, то это вот этот пункт. То есть это по-хорошему вот так надо делать. И то, и то смысла не имеет, потому что первый пункт уже содержит тонкие клиенты. Отдельно есть пункт про сервер. Давайте сейчас установим сервер 1S предприятия. Отдельный пункт модуля расширения веб-сервера – это компоненты, которые нужны для публикации базы веб. Конечно, когда вы ставите сервер 1S, разумно сразу и модуль расширения поставить. Но мы сейчас этого специально делать не будем, потому что у нас будет соответствующее занятие по публикации в вебе 1S. Администрирование сервера 1S – это та самая консоль администрирования, которую вы наверняка уже знаете. Конечно же, она нам нужна. Сервер хранилища конфигурации. Ну, тоже есть мысль сразу поставить. Но так как у нас будет отдельное занятие по установке сервера хранилища, поэтому я его сейчас пока пропускаю. Следующие три пункта – дополнительные функции администрирования, конвертер и контроль целостности. Честно скажу, не знаю, что это за пункты. Если вам интересно, можете в документации посмотреть. Практически все, что вам нужно знать про кластер серверов, про сервер 1S, про компоненты, про установку, описано в книге «Руководство администратора. Клиент-серверный вариант». То есть это отдельная книжка. Если вы покупаете платформу, то книжка будет бумажная в коробке идти. Ну и есть актуальные версии на сайте ETS, конечно же. «Руководство администратора. Клиент-серверный вариант». Там, в общем-то, практически все вопросы по администрированию закрываются. Более или менее подробно. Но мы что выбрали? Мы выбрали основные компоненты. Мы выбрали сервер и администрирование сервера. Можно, кстати, языковые пакеты какие-то поставить. По умолчанию это у нас английский и русский. Но, наверное, этим мы ограничимся. Путь по умолчанию вот такой. Смысла его менять нет, поэтому нажимаем «Далее». Выберите язык интерфейса. Интерфейса обычно хватает системной установки, и язык подтянется из языка системы. Но в некоторых случаях, как я говорил, некоторые системные администраторы очень любят использовать английские версии серверных операционных систем. В этом случае имеет смысл выбрать все-таки русский язык. Нажимаем «Далее». И на следующем пункте нам предлагается установить сервер 1С предприятия как сервис. То есть, если мы вот этот пункт вот так вот уберем, то все компоненты, все необходимые файлы будут установлены. Но служба, конкретно служба как сервис, установлена не будет. Это можно, конечно, сделать вручную. И мы с вами это еще на последнем занятии, кажется, сделаем. Но сейчас есть смысл сразу при установке установить сервер 1С предприятия. И есть какой-то пользователь по умолчанию, да, и служба будет запущена из-под этого пользователя. Но помните, когда мы с вами устанавливали сервер с УБД, я вам говорил, что если серверу нужно там ходить на сетевые каталоги, обращаться в сеть, то с пользователями по умолчанию есть некоторые проблемы, так же, как и с сервером. Например, нужно будет нам с сервера выгружать там на какой-нибудь сетевой каталог какой-нибудь файлик обмена. Да, у вас будет все. Вы уже не сможете настроить права таким образом, чтобы пользователь, из-под которого запущена служба, имел прав на этот сетевой каталог. Ну и вообще, как бы я рекомендую вам, в принципе, под каждый отдельный сервис всегда создавать отдельного пользователя. Чем это удобно, мы с вами чуть дальше посмотрим. Можно пользователя создать вручную. Как создать пользователя? У нас есть наша супер-мега-консоль, либо через оснастку управления компьютером. Пользователи. Мы с вами уже пользователя создавали. Можно вручную создать пользователя, как-нибудь его назвать. И вот здесь вот его указать. Вот я, например, могу из-под пользователя VILON службу запустить. Но установщик нам позволяет сразу же создать пользователя. По умолчанию называется так вот User1SV8. Ну пусть так и будет. И здесь можно сразу задать пароль пользователя. Да, говорим, что установить сервер 1С-вприятия. Галочку ставим как службу. Создать пользователя пароль. Когда есть смысл не устанавливать сервер 1С-вприятия как службу? Когда вы обновляете платформу. То есть, когда вы обновляете платформу, сервер будет переустановлен, вернее, перерегистрирован. Если какие-то значения менялись в настройке службы, а мы сегодня будем менять, то регистрация произойдет с установками по умолчанию. То есть, сейчас установщик зарегистрирует службу 1С, кластер серверов 1С с настройками по умолчанию. И если вы будете при установке новой версии платформы эту галочку оставлять, то то же самое будет перерегистрация службы по умолчанию. И вы можете потерять какие-то свои данные. Поэтому при первой установке мы ставим галочку, создаем пользователя. При обновлении платформы лучше все это делать вручную. Мы с вами посмотрим, как это правильно делается. Нажимаем «Далее». Ну и, в общем-то, установить. Нужны права локального администратора, конечно же, для установки. Происходит копирование необходимых файлов, распаковка, регистрация компонента. Кстати, уже несколько лет при установке 1С предприятия не происходит установка Ком-коннектора. Мы на запасном занятии посмотрим, как Ком-коннектор устанавливать. Потому что там тоже это все очень нетривиально Ком-коннектором. Вы установили платформу, установили клиента, но по умолчанию Ком-соединения у вас не будут работать. Будьте к этому готовы. Установилась платформа и установщик нам предлагает установить драйвер аппаратных ключей защиты. Этот драйвер имеет смысл ставить только в том случае, если в конкретно вот этот вот компьютер, где вы устанавливаете клиента, либо сервер, где устанавливаете 1С, вы будете вставлять аппаратный ключик. Про лицензирование 1С мы с вами на следующем занятии будем говорить. Но имейте в виду, что в принципе, если вы не планируете использовать аппаратные ключи, то и драйвер ставить не надо. Он еще службу отдельную поставит, которая нам в принципе не нужна. Ну и отключить неиспользуемые возможности. Наверное, есть смысл галочку оставить. Нажимаем далее. Файл Readme. Если хотите, можете почитать. Мне он не интересен. Итак, мы в общем-то с вами установили платформу. Давайте посмотрим, что произошло. Во-первых, на диске C в папке Program Files появилась папочка 1S V8. Здесь еще какие-то папочки. Например, в версии 8.3.18.12.80 лежит сама платформа. И здесь всевозможные разные файлики есть, в том числе несколько экзешников. Очень много программок ставится. С некоторыми мы с вами познакомимся. Например, 1S V8 – это у нас толстый клиент. C – это тонкий клиент. Есть еще всевозможные программки. R-агент непосредственно, который запускает службу. RAS RAC для администрирования. Я надеюсь, что с некоторыми из этих программок мы успеем с вами познакомиться. Дальше у нас есть каталог Docs с документацией. Папочка Common. В папке Common содержатся тоже некоторые программки. Нас интересуют, в общем-то, три программки. Первая – это программа 1S Start. Это программа запуска. Она, видите, маленькая, 500 кБ. Если мы ее запущим, появится стандартное окошко. Список нет, добавлять не будем. Это программа запуска 1S-приятия. То есть сюда можно добавить список. Список, понимаем, мы можем ввести. Но это 1S E-Start чем удобно? Тем, что мы можем сюда добавлять программы на разных серверах и разных версий платформы. И программка 1S Start будет из установленных версий платформы 1S-приятия подбирать нужно автоматически. Если мы запустим из конкретного каталога, например, если мы вот из этого каталога запустим 1S, вот толстый клиент, это у нас версия 8.3.18, да, и попытаемся подключиться к базе, предположим, 8.3.15, то будет ошибка, несоответствие версий. Программка 1S E-Start, она же подберет версию автоматически.